Кыргызы и казахи – народы родственные, у них общие обычаи, языки и традиционная одежда. Даже приготовление блюд национальной кухни и свадебные обряды во многом совпадают. В различных документах Российской империи казахи часто назывались кыргызами, и все же это два разных народа. Наш народ – кочевой народ. И кочевые народы тоже делятся. Кочевые – степные народы и горные. Мы – горный кочевой народ. И наши предки кочевали четыре раза в год по времени года. И кочуя четыре раза в год, берегли природу. Кыргызскому народу есть чем гордиться. Это один из древнейших и самых жизнестойких кочевых народов, сумевших не растерять свою идентичность. Философия кыргызского народа была такова и сейчас есть. Приходим мы в этот мир, приходим пустыми руками и уходим пустыми руками. Забираем только благие деяния. А самое главное благое деяние – это беречь природу, сохранить, передать следующему поколению. Вот это самое главное для кыргызов. Кыргызское подворье в парке дружбы народов уникальное и неповторимое. Все предметы быта, посуды, убранства привезены из Кыргызстана. В кыргызской юрте детально и самобытно передан быт этого народа. Это ручная работа. Женщины привезли, которые сами делали ручную подушки. Ширма тоже на кыргызском называется кышуго. Это тоже ручная работа. Добрососедские отношения – это не просто слова. Для кыргызского и казахского народов важно дружить с соседями, какой бы национальности они ни были. Когда мы покупаем даже дом, мы покупаем не дом, а соседей покупаем. Важно быть очень тесны, хорошие взаимоотношения с соседями. Поэтому со всеми народами мы всегда дружим. Есть и межнациональные браки, это поддерживаем. И, конечно, это очень радует нас. В отличие от кыргызов, казахи – это сравнительно молодой народ. Казах в переводе с тюркского языка означает «свободный». Но, несмотря на свою молодость, у казахского народа сложились свои неповторимые обычаи и традиции, к примеру, гостеприимство. Айгуль Желелова, руководитель региональной общественной организации Центра культуры казахи «Самары», рассказывает об истории напитка богов. Кумыс вообще считается животворящим напитком, потому что он излечивает туберкулез, он помогает бороться с раковыми клетками. Если хотя бы месяц попить настоящую кумысу, можно омолодиться, оздоровиться на много лет. Это очень уникальный напиток, потому что лошадь – это животное, которое никогда не пьет грязную воду, никогда не ест плохую траву и никогда не ляжет на грязное место. У него и напиток считается уникальным. Самая главная достопримечательность «Самары» заключается в том, что здесь более 157 национальностей живут в мире и согласии. Администрацией городского округа «Самары» ведется большая работа по укреплению дружбы между народами. В наш город приезжают новые жители, постигают культуру и становятся полноправными гражданами, живущими с представителями других народов. Очень важную роль играют национально-культурные центры, сохраняющие родную культуру, приумножающие ее, и работающие с соотечественниками, которые приезжают в Российскую Федерацию с тем, чтобы стать ее новыми гражданами. Ведь без этой работы, без понимания того, что на нашей гостеприимной земле могут уживаться представители разных национальностей, и не просто уживаться, а жить в добрососедских отношениях, жить, творить, рожать детей, чтобы развивалась страна. И именно эту роль со своей стороны, со стороны культурной, со стороны человеческих взаимоотношений выполняют наши национально-культурные центры. Сегодня все руководители национально-культурных центров активно работают над сохранением традиций и обычаев дружбы между народами Самарской области. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События.